Шарбулли тоже, ты помогал же дайму в подготовке? Ислам Махачев единственный, который сумел сесть на этот конь. Как выглядят тренировки, например, с тем же Магомедом Анкалаевым? У тебя получается в каких-то позициях работать, чтобы он там не мог не встать, тебя не скинуть как-нибудь? Магомеду Исмелу не удалось, правда, чуть боится. Субтитры делал DimaTorzok Рамазан, какие ощущения очередной защиты титула? ощущение как сказать нормальная да выиграл бой то что сделал свою работу как тренер сказал таки получилось ну не знаю о чем ты думаешь во время боя но игорь сверит это уже такая знаешь легенда казахстанского мама человек который первый принес и титул и себе в казахстан первый который принес титул ван тоже в казахстан и вот ты достаточно жестко с ним работал ну собственно как ты всегда работаешь бою а не было но не знают условно каких-то угрызений совести потому что ну человек ветеран ммэй и тебе все равно приходится выполнять свою работу и так жестко добивать его локтями не раз он уже вышел со мной подраться это значит если бы на его месте оказался бы я он же тоже также бил бы меня так раз он вышел я вышел на ринг значит надо показать свою работу или вообще не драться так конечно и говорю большое уважение он достойный мужик принял бой за месяц и как сейчас вам сказать хотел я с ним аккуратно или задушить там первом раунде видно я его хотел аккуратно задушить задушить не получилось как вы там в интервью сказали пришлось забить расскажи немножко про подготовку в этот раз ну судя по тому что сухраб у тебя в углу был это горец полностью да да это сухраба магомедов тренер клуба горец подготовку проходил в этом клубе так я представляю от клуба орлана ммк кассанай тоже огромное благодарность за то что вот поддерживают бойцов помогают а так подготовку проходил в клубе город там все вы сами знаете спарринг-партнеры высшего уровня имею анкалаев ибрагим магомеда никого забыл тоже не объясните братва самые мои бомбовые спарринг-партнеры и то есть все эти ребята кого ты сейчас назвал и анкалаев там и имеев они участвуют как раз в тренировочном лагере к свириду но к свириду не именно к свириду изначально с моего лагеря до помогали каждый по-своему до помогал там ахмад горец так что на тебе тоже барку баркала большой потом на прошлом мою он со мной был был смотри бой выглядит достаточно ультимативно но ты сильный шансов не оставлял во многих позициях а как выглядит тренировки например с тем же там магомедом анкалаевым у тебя получается в каких-то позициях работать чтобы он там не мог не встать тебя не скинуть как не да получается почему нет я не в виду конечно спарринг-партнеры мои скажут как я и в зале работаю почти так же как и в ринге у меня все все так же проходит почти и я видел что ну некоторое время назад шар буллет тоже ты помогал ждаем в подготовке это уже сколько тогда прошлом году на сборах мы вместе там готовились тренировали шара буллетом достойный парень так когда нужно борьбе помогаем когда нужно мне он стойки помогает для многих вот как раз остается секретом какая борьба у шара пудина потому что в основном и все у него все соперники от ударники и многие не совсем понимают вообще что будет если его переведут на настил ты можешь ответить на этот вопрос не самое главное уметь бороться вы же видели его защиту как он защищается вот это тоже достаточно бою так даже находясь внизу он какие удары наносил и ушел сопернику тоже наверно сами видели это все хотя у него не на таком высшем уровне борьба но очень тяжело и вы перевести очень много сил надо тратить а по перспективам что ты думаешь вот сейчас он будет проводить третий бой уже за полгода последние и скорее всего после этого боя ему уже дадут точно там кого-то 115 его бои сами за себя говорят как он какой он талантливый как он бои проводит дальнейшем видно будет надеюсь что у него все получится а вот какой-то прогноз искать на бой с петрося нам петросян тоже человек который уже долгое время проводит сборы универсал файтерс в дагестанской да это очень интересный бой хотя они года два-три назад вместе в одном клубе тренировались универсал файтеры интересно было бы это бой посмотреть оба стоечники хороший оба месте много раз готовились парнинговались у русала магомеда лео а теперь небольшая но очень важная пауза хочу рассказать вам о нашем телеграм-канале вестник мм и ссылочка на него появится сейчас на экране также ее можно найти в описании к этому видео почему нужно подписаться на вестник мм и каждый день это новости из мира единоборств кроме того инсайды анонсы крутых поединков аналитика по турнирам юфси эйсей беллатор ван казахстанские промоушены найзая октагон и много чего другого например розыгрыши акции от наших партнеров не побоюсь того сказать но вестник мм и это один из лучших каналов посвященный боевым единоборствам мы проверяем свою информацию уважаем своих подписчиков и делаем крутой и качественный контент продолжаем видео ты когда смотришь на такие истории что есть ребята которые с тобой вместе спаррингуются они в юфси у тебя сейчас там непобежденный рекорд 12-0 закрадывается мысль что круто было бы и в юфси тоже себя например попробовать потому что ты достаточно поздно пришел в профессиональный именно спорт и вот есть такое ощущение знаю подтвердили опровергнет что ты приходил просто как ну по фану больше просто попробовать там свои силы не рассматривал там мама мои как когда и вид заработка и просто как профессиональную карьеру просто решил попробовать и в итоге вот так получилось непобежденный рекорд защиту титула да у меня все данные были изначально как я только начинал карьеру я с маленького села с небольшого селения чуни оттуда я вот родом природно одаренный был да вот так смотивировали меня то что у тебя все данные есть и воду 26 лет я первый бой свою карьеру сделал и вот у меня как-то сам начале не было такого чтобы дам рекорд именно чтобы рекорд сделать сами по себе бои вот так шли и вот ахандулла у меня на сегодняшний 12 0 11 досрочных ну а будущее вот ты понимаешь что в 31 год там ты я еще заряжен я чувствую то что у меня еще много что есть потому что чуть чуть поздно начал заниматься так что мотор у меня еще не севший дальнейшие у меня планы есть я уже там с одним менеджером переговариваю по мне правда сказал вот это вот бой важный бой для тебя если этот бой нормально пройдешь вроде бы сказал все будет нормально сейчас дальнейшем думаю или профил или ювисе планы такие давай тогда тоже про пфл поговорим потому что это интересная история в 77 килограммов сейчас встречается тоже два дагестанца шамиль мусаев встретиться с магомедом анкалаевом я думаю что тоже для тебя два известных парня возможно вы и знакомы даже что думаешь про этот бой и вообще удивило ли тебя насколько от шамиль мусаев как смог апгрейдить свою ударную технику что по сути вообще не дает бороться таким даже монстром как мурат рамазан да я шамиля знаю правда у молотова и не особо хорошо знаю шамильом я очень много раз боксирую то есть спарринговался я знаю какая у него защита от борьбы сам почувствовал это очень тяжело повалить и ну мало то тоже не подарок очень интересный бой будет два дагестанца финале пусть победить сильнейший но это тот бой который ты смотреть будешь да именно это бой мне интересно посмотреть потому что это моя весовая категория тоже очень интересно давай поговорим про то чем мы с тобой в других интервью разговаривали про твою основную работу ты конюх да ну как правильно это назвать это если честно сказать не моя основная работа но так любитель конкретный любители арабских лошадей так выходные дни я провожу на ферме лошади а они основная работа к основная просто тебя еще типа боятся мамы конюха что ну как бы это не доходу мой основной у меня основной доход это мой дядька руслан курбанов он мне во всем помогает и поддерживать с первых дней это я считаю что это мой основной доход оттуда а ферма это можно сказать никаких доходов там практически пока нет просто любитель да потому что очень много кто приезжает гости бывают ислам был там магомед исмаил кто только не приезжает такая интересная обстановка у нас беседка так дружеские встречи бывают шашлыки стойки а кто-то из бойцов лучший наездник из тех кто у тебя ислама хочу единственный который сумел сесть на этот конь магомеду исмела не удалось правда чуть боится лошади а вот говорят что очень дорого стоят арабские кукуны на сколько там смотря от класса доводы у нас которые жеребец это египетский жеребец ну очень дорого стоит он ну сколько это миллионы рублей миллионов пять-шесть и сколько вас таких такой у нас один от него потомство так есть немножко давай теперь еще поговорим про будущее в лиге на завод насколько у тебя еще контракта действующие очень долго все ждут бои с амандаром понятное дело что это не по твоей инициативе этот бой отменяется но вообще выручу во первых думаешь ты что он когда не состоится или уже к это пройденный этап да если состоится не знаю состоится ли это уже даже не верится потому что три раза очень сильно готовился на него по непонятное вообще без причины срывались эти бои я приезжал гонял весь мучился самандара нету его замены всякие не знаю даже если будет то будет наверное очень громкий бой для казахстана и для россии пока я здесь на это пояс претендовать не стоит самандар и как мужчина должен был сегодня здесь находиться и разделить со мной этот пояс раз ты не вышел игр серии достойный мужик который показал себя на высшем уровне ему спасибо большое рамазан поздравляем тебя с победой и вот самандар не на бой но на стердау зачем вот вы сейчас сцепились печет почувствовал ну почувствует вот эту мочку который может остановить твои борцовские навыки я почувствовал то что я его могу сломать потому что я когда схватился за его корпус он очень слабый и когда ты будешь готов к следующему бою я не знаю концу года наверное скорее всего поздравляю после этой всей шумихи в конце чуть-чуть рука заболела кто-то там лег на меня так в общем все нормально все живы все целы всем спасибо спасибо всем кто смотрит наше видео но мы существуем не только в youtube формате настоятельно рекомендую подписаться наш телеграм-канал где мы в прямом эфире вместе с вами смотрим и обсуждаем турниры юфси белат рейсей пфл ван файт найтс рсс найза и многое другое постим самые свежие анонсы из мира мм а также подпишитесь на наш инстаграм-канал где мы проводим прямые эфиры отвечаем на вопросы зрителей и освещаем инсайд из турниров еще у нас есть в к у нас есть еще и дзен и много чего другого все ссылочки будут в описании к этому видео хочу сказать вам огромное спасибо за то что вы нас смотрите каждый комментарий каждый лайк очень для нас важен мы на все отвечаем все смотрим кроме того вы можете нас поддерживать и материально также реквизиты у нас в описании к этому видео спасибо вам и до скорой встречи